Машины и костюмы настоящих спасателей, диспетчерскую и автогараж осмотрели ученики 3-го Г-класса 13-й Одинцовской школы. Сначала ребятам показали, как работает система уличного видеонаблюдения. Мальчишки и девчонки наперебой называли свои адреса, а спасатели выводили видео с камер на экран. Уже лучше? Уже лучше? Это моя бабушка! Дети увидели работу операторского зала, где принимают вызовы, поступающие на номер 112. Диспетчеры в зависимости от происшествия передают сообщения экстренным службам, полиции, пожарным, скорой медпомощи, в лесхоз, ГИБДД и другие. Зависит от того, что произошло. В лесной пожар произошел, мы вызываем туда пожарную страну. Если есть пострадавшие, то скорую медицинскую помощь. Сообщаем, в лесхоз приезжает сотрудник лесного хозяйства и лесопожарная формирация. Как у вас адрес? Одинцова улица. Так, МФЦ, вы на Можайском шоссе, на дублёре или непосредственно на трассе? Сейчас произошло ДТП. Но ДТП без пострадавших. Если ДТП с пострадавшими, его оформляет ГИБДД. Если ДТП без пострадавших, маленькая, то этим занимается Центр безопасности дорожного движения. После ребята отправились в гараж. Здесь сотрудники Центра гражданской защиты продемонстрировали детям работу инструментов, применяемых для спасательных действий. Показали щит для эвакуации пострадавших, который можно использовать даже для спуска травмированного с высоты с применением соответствующей страховки. А Софии Якушевой выпала возможность примерить костюм спасателя и сыграть роль пострадавшего. Показатели можно перевернуть. Показали проверяют правильную пристёбленность. Да, человек ходит. Всё интересно. Ну, больше всего, по-моему, спасать. Людей. Ну, просто. Не важно, кого. Чтобы стать спасателем, главное – желание. Начальник аварийно-спасательного формирования Иван Арчаков уже более 17 лет работает в этой сфере. После школы получил среднепрофессиональное образование по специальности пожарный техник. Какое-то время работал в пожарной охране. После получения высшего образования стал спасателем. Есть множество учебных заведений, где дают на среднепрофессиональное образование и высшее образование по данной категории. Можно просто курсы. В федеральном законе у нас сказано, что спасателем может быть любой гражданин, достигший 18 лет, являющийся гражданином Российской Федерации. Такие ознакомительные экскурсии центр проводит регулярно. Принять в них участие могут все желающие. Ольга Дмитриева, Алексей Куренков, телекомпания «Одинцова».